МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошу. Фух, Лена, привет. Вау. Но ты прям зашла, как засияла, как ослепила вот этим вот светом. Я старалась, старалась. На нашу casual тусовочку, да, такую? Лен, у тебя самый свежий трек, который вышел, и клип на него после нас. Да. Он посвящен группе Тату. Да. И вот само название после нас, оно подразумевает будущее, настоящее. И вот мы смотрим, мы не понимаем, почему там только флешбеки к прошлому именно в клипе. Ностальгия какая-то прям. Ну, потому что это видео само по себе ностальгическое. Смысл заключался в том, чтобы, собственно, показать публике, что я совершенно там... Ну, есть такое мнение, что Лена Катина, вот она такая. Она все время пытается откреститься от того, что было раньше. Потому что вообще не хочет ни слышать, ни говорить, ни видеть ничего, что связано с Тату. И у нас возникла идея записать песню, как бы посвятить ее именно этому времени, потому что это абсолютно неправда. Я очень уважаю и безумно люблю все, что связано с группой Тату. Я, конечно, скучаю по очень многим моментам, по событиям. И, ну, это была жизнь, целая такая вот прожитая жизнь. И мы решили посвятить этому песню. В качестве как бы дань уважения именно этому времени, которое я провела в качестве солистской группы Тату. Вот. И, соответственно, вышел трек «После нас». И если прислушаться к словам, то, ну, наверное, он такой немножко... Как это сказать? Так, что это слово такое интересное? Ну, немножко, с таким смыслом немножко. Потому что, конечно, все знают, что такого успеха, как мы, смогли добиться за рубежом, не добилась ни одна русская группа. Это правда, ребята! Ну, это правда. Это правда. Да, это правда. И с этим не поспоришь. Вот, поэтому... И первый клип наш был «Я сошла с ума», то есть, если прислушаться к словам, то есть там вот такие знаковые вещи, они обозначены. Вот. И я очень люблю эту песню. Мне кажется, она очень красивая, очень ностальгичная. Это действительно так. Хорошо. Вопрос, да, вот про славу, да, мировую, которая была у группы. Тяжело ли разделять этот успех теперь на двоих? Ну, как бы, группы... Успех, который был вдвоем, теперь, да. Теперь накачу на юге. После этой легенды. Ну, смотря, как к этому относиться. Потому что я считаю, что очень многие делают ошибку, когда, например, какая-то группа перестает существовать, а мы знаем очень много примеров, да. Не всегда сольные проекты становятся успешными и доходят до того же уровня или там становятся более успешными. Как правило, это чуть более спокойно всегда происходит. И главное не ставить себе задачу, перепалюнуть, достичь того же, потому что это сразу вот дорога в Кащенко. Ага. Куда, куда? В Кащенко. Это где? Это психбольница. Ваня, ты в телесово. Мне уже не так смешно стало, если честно. Да, то есть для меня было важно заниматься тем, чем я люблю заниматься. То есть я люблю петь. Мне очень нравится писать музыку, писать слова. И у меня есть своя аудитория, да, она не такая большая. Может быть, она никогда не будет такой большой. И мне, собственно, все равно, потому что у меня есть свой слушатель. И для меня это самое главное. Творить и рассказывать людям свои истории, делиться, не знаю, опытом, переживаниями, эмоциями. Как вот, собственно, с треком «После нас». Это тоже, это, собственно, я поделилась своими эмоциями. Это то, как я чувствую. А какая теперь твоя история? Теперь у нас уже записана эта песня на английском языке. «После нас». Нет, «После нас» еще не записана. Будет новая песня скоро. Скоро будет новая песня. Она будет и на русском, и на английском. Вот русские слова сейчас буквально там, не знаю, пару срок осталось. Будет записываться. То есть, подожди, английский уже написан, а русский еще не дописан? Как так? С русскими текстами, я вам хочу сказать, очень тяжело. Я, честно говоря, сама не могу писать на русском языке, только на английском. Вот. И, ну, очень сложно, потому что хочется, чтобы было интересно и понятно, и красиво, и незаурядно. И, ну, в общем, много всяких разных. Вот здесь, кстати, вот группа «Тату» поставила определенную планку, потому что у нас всегда были замечательные тексты, они были прекрасны просто. Так, хорошо. И на русском надо как-то вот дотягивать до этой планки, и это тяжело, потому что, ну, хочется, чтобы было хорошо. Вот. И хочется найти того автора, который напишет именно так, как тебе хочется, так, как нравится, так, как не стыдно петь. А ты можешь обратиться к телезрителям, к авторам, кстати, у тебя есть сейчас отличная возможность. Мало ли. Да, вот если у кого что есть, посылайте, но вообще у меня сейчас... Какой формат мы им задаем? Куда писать, Лену Кать, ну, клубная музыка, лирика? Ну, это на самом деле все. Вот сейчас вот этот клич, да, это замечательно, но, тем не менее, нужно всегда... Ну, то есть сначала музыка, потом текст. Ну, по крайней мере, у меня так получается. Поэтому вот сейчас у меня, например, Ольга Руденко, мой менеджер, работает над текстом, потому что я ее уже помню. Говорю, Оля, ну ты напиши, ну ты напиши. Вот, и она, наконец-то, пишет, пишет, хорошо пишет, просто вот ей надо время, чтобы вдуматься там, вот, выплеснуть из себя вот это все, но вот хорошо у нее получается, мне нравятся ее тексты. И вот сейчас буквально вот жду завершения, и тогда будет запись. Тоже будет очень хорошая песня, она уже звучала на английском языке, и такая со смыслом, я думаю, что многие в ней найдут себя. Здорово. Ну вот тату раньше, да, был очень модный и трендовый проект, правильно? Передовой. Лена Катина прямо сейчас следит за модой музыкальной? Или для тебя это не важно? Я в какой-то степени да, в какой-то степени нет, потому что я считаю, что для того, чтобы делать хорошую музыку, нужно, чтобы она шла от души. То есть, например, если становится модным рэп, ну я не могу читать рэп. Ну почему? Можно пригласить рэпера какого-нибудь? Нет, ну пригласить, да, но вот я сама вот, ну не напишу что-то в таком жанре, ну не идет у меня, у меня больше там поп-рок, лирика, драма, там... И что делать? Ждать, пока поп-рок станет популярным или просто... Нет, просто делать то, что тебе нравится и стараться как бы, ну как-то соответствовать немножко сейчас тенденциям и веяниям, но тем не менее я считаю, что не обязательно нужно брать определенный стиль. То есть мой первый альбом, он... там собрано очень много разных стилей. Зачем себя загонять в вот эту вот коробку, что вот ты спела поп-рок или там, не знаю, или дэнс? Вот только в этом стиле надо работать. Зачем? Может, у меня сегодня дэнс, а завтра я умираю? Я же женщина в конце концов. И в конце концов, действительно. У меня разное настроение. Да, поэтому, соответственно, от разного настроения рождается разная музыка и разные песни. Ну это логично. Против того, чтобы следовать вот так вот. Зачем себя загонять в какие-то рамки? Слушай, сейчас есть тенденция, что очень многие блогеры становятся артистами. А артисты, уже состоявшиеся блогерами, у тебя были им какие-нибудь мысли, может быть, влог завести свой? Диджитал какие-то истории? Честно, нет, не было. Я вообще на вы со всеми этими. Да? Кнопочный телефон? Кнопочный инстаграм. Нет, нет. Что такое лайк? Уже на ты, между прочим, все. Нет, смартфон, но, тем не менее, мне очень сложно себя, как бы, ну, я вообще против того, чтобы выкладывать, а вот мой завтрак, а вот мой ужин, а вот так я пообедала, а вот я в туалет зашла здесь, а вот это вот там, а вот я в лифте еще, вот, на тебе. То есть, ну, мне кажется, что это, ну, как-то, не знаю. Но блоги разные бывают. Мне это чуждо. Я люблю делиться событиями, да, то есть вот когда что-то происходит, и вот эти вот по 100 селфи в день, это вообще не моя тема, вот, и тем более я вообще не представляю, как выкладывать что-то в Фейсбуке, у меня для этого есть отдельные люди и ВКонтакте. То есть в Инстаграме, да, я как-то нашла способы, но вообще я с техникой на вы, абсолютно, поэтому... Ну вот, у нас почти вся страна видела, да, и знала Лену... Блогер мне не грозит. Хорошо, почти вся страна видела и знала тебя, как Лену Катину, в группе Тату. Да. Да, все, что было на сцене, все, что было на камеру. А что за камерой, неизвестно. Нет, неизвестно. Какая ты вне камер, вне на сцене. Ну вот, собственно, вот какая я перед вами сижу, да, то есть, собственно, мне не хочется ничего придумывать, там, какие-то скандалы, что-то там, потому что мне, ну... Я считаю, что нужно быть честным с публикой, тогда это будет ближе к людям, вот. А если я буду что-то придумывать и обманывать, то, ну, зачем? Ну, надо чувствовать все, что происходит, вот. И я стараюсь быть, ну, не делить себя на Лену за сценой и Лена на сцене. То есть, это, в принципе, один и тот же человек, просто одет по-разному. Ага. Круто. Круто. А у нас есть вопрос из группы ВКонтакте. Так. Так, Егор Семенов спрашивает, где лучше жить, в России или в Америке, и почему? Лучше жить там, где у тебя есть деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это логично. Для меня, Россия, ну, Москва, я москвичка абсолютная, стопроцентная, и это дом. В Калифорнии мне было очень комфортно, ну, климатически, конечно, безусловно. Зимой плюс 20 меня вполне устраивает. Вот, но, тем не менее, здесь дом, и, опять же, когда я забеременела, я приехала сюда, домой, к маме. Потому что, ну, как, растить ребенка одной там, или растить ребенка здесь, в окружении любящих безумно его родственников, мне кажется, что это гораздо важнее, вот это человеческое тепло, тем более, вот так все ждали. Поэтому сейчас мне хорошо здесь, тогда мне было хорошо там. Там очень комфортно работать, очень такая атмосфера, настраивающая, она креатив. Творческая, креативная. Вот, поэтому вот на какое-то время там, ну, может быть, на зиму я бы с удовольствием туда улетала. Вот, а так вообще мой дом здесь, он был здесь всегда, я думаю, останется. Круто. А сейчас еще один тренд, который есть в обществе в целом, это тренд на камбэки. Бойс-бенды, фильмы, новые переснимаются. Ой, не надо мне, не сыпьте мне сон. Вот мы думаем. Я сейчас скажу много чего. Готова ли ты сделать какой-нибудь камбэк и удивить публику? Вернусь. Ну, в смысле, как группа Тату? Нет, не готова. Нет? Да, мы уже пробовали. Пройденный этап. Да, это пройденный этап, мы расстались, потом мы вроде как решили вместе снова поработать. К сожалению, у нас не очень хорошо получилось, поэтому я думаю, что в ситуации, когда и у меня, и у Юли есть свои проекты, и мы также можем выражать себя через них и через музыку, это идеальная ситуация. Тату не будет, ребята! Ну, ничего страшного. Нет, ну никогда не говори никогда, конечно. Кстати, да, у нас тут один уже зарекался. Нет, я совершенно, я не зарекаюсь. Все возможно. Все возможно в жизни, это понятно. Хорошо. Но на данный момент нет. От твоей карьеры прямо сейчас мы смотрим на афиши, у тебя их много, смотрим на твое выражение лица и не понимаем... Нет, выглядишь ты круто. Да, мы не понимаем, что за ним скрыто. Оно у тебя, в принципе, из афиши в афишу повторяется. Ну что, ну разве не видно? Секс. Ну, так вот оно что. Вот я на себя тоже смотрю и вижу секс. Да, слишком серьезный секс какой-то. Я себе нравится. Нет, нам тоже нравится. Но мы не понимаем, что скрыто в твоей голове. И мы хотим, чтобы ты почувствовал себя на нашем месте. Так. Ты тоже не понимала. И специально для тебя придумали челлендж, который называется «Читай по губам». Итак, Лена, это челлендж «Читай по губам». На своих афишах ты, ну, очень серьезный. Мы не понимаем, о чем ты в этот момент думаешь. Сейчас мы хотим проверить, а сможешь ли ты сама прочитать свои мысли. Итак, мы наденем на тебя наушники, чтобы ты вообще ничего не слышала. И с твоим выражением лица будем говорить тебе разные новости. Новости есть хорошие и плохие. Если новость хорошая, ты поднимаешь табличку «Кайф». Если плохая, ты поднимаешь табличку «Печалька». Все вроде просто? Да. Все понятно. Да, а мы потом посчитаем, сколько баллов, если совпадет. Ты готова? Да. Отлично. Вы готовы, ребята? Тогда надеваем на Лену наушники. Лена ничего не слышит? А, судя по отсутствию реакции, ничего не слышит? Тогда три, два, один, поехали! Вы стали популярнее Бузовой. Так, новость пошла. И? И? Кайф! Ура! Правильно! Едем дальше. Ваша машина сгорела. Так, что же, что же, что же, что же это может быть? Увы, увы, не попали. Это ошибка. Едем дальше. Вам не разрешили не работать целый год. И? Так, так, так. Работать где я не почитала? Попали! Ну, конечно, не работать целый год – это кайф. Дальше. В этом году вы будете отдыхать не в Майами, а в Крыму. И? Попали! Ну? Вы не попали. Один миллион долларов. И? Ну? Ну? Попали! Ура! 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 Вам подарили стиральную машинку, и больше не нужно стирать руками. Печалька! Печалька! А нет, не попали. Увы. Вас укусила змея. Так. И это правда? Это правда печалька! Хорошо. Вас позвали сниматься в Голливуд. И? Барабанная дробь. Что? Ну, 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 Голливуд! Ну, это же Голливуд! Да! Это кайф! Это кайф! Потому что Голливуд – это кайф! Браво! Вы забыли в такси паспорт. И? Нет, увы. Увы, это мимо. Так бывает. Едем дальше. Вы попали на обложки самых гламурных журналов. Но, 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 но. Это кайф! Это правда кайф! И это последний вариант. Вам подарили косметики на целый год. Так. Кайф! Потому что косметика, косметика – это всегда кайф. Лена, твой результат. Ты 7 эмоций считала правильно. Я не знаю, скольки из 10 или чуть больше. Мы считаем, что ты идеально считываешь свои мысли. Но, все-таки, мы пока не настолько красавчики. Поэтому, пожалуйста, улыбайся на своих афишек. Ну, улыбайся же! Правильно? Правильно говорю, ребят? Давайте я вам здесь буду улыбаться. Ну, а ты никуда не переключайся.